Привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои раки, мы с вами посмотрим, что же вас ждет в феврале месяце 2022 года. Смотрите, какие интересные события начинают развиваться. Долгое время на вас были одеты розовые очки, семерка, чаши, трилюзии, обман. Кто-то вас обманывал. Но сейчас вы сняли эти очки. Карта принцессы Пентакли – это стабильная обстановка, это открытые глаза. И, конечно же, вы предъявляете свои требования. Вы показываете человеку, чем вы недовольны. Вы ему высказываете и говорите, что больше я не буду так жить, не хочу, и у меня будет все абсолютно по-другому. Карта умеренности – это счастье на долгое-долгое время, на долгие времена. Восьмерка – знак бесконечности. Финансовое поступление. То есть вы избавляетесь от каких-то розовых очков, от человека, который вас дурил, да, дурил вам, морочил голову. И смотрите, на смену этому человеку приходит победитель. Это ваша личная победа. Счастье, радость, победа и победитель. Мужчина, который войдет в вашу жизнь. Опять финансы. Смотрите, из маленьких финансов, из принцессы, да, вырастает вот такая женщина, королева Пентакли. Это значит, в этом месяце действительно у вас увеличатся какие-то доходы. Что-то вы можете держать у себя в руках и тратить эти деньги, делать подарки. И вам. Смотрите, и принц Пентакли – это подарки торопятся в вашу жизнь. То есть деньги торопятся и ценные подарки, которые просто текут к вам рекой в ваши руки. Семерка мечей – это предательство. И карта звезда перекрывает, да, в прошлом. Сейчас мы посмотрим. Все расскажу. Карта Луны. Благодаря прошлым событиям, когда у вас были какие-то трудности, неприятности, да, темная полоса в вашей жизни, вы обрели стойкость, силу, обрели вот это вот внутреннее чувство, да. Луна – это внутренняя интуиция, это ясновидение. Оно у вас просто выработалось, да, такой иммунитет выработался. Это вещи и сны. И карта звезда перекрывает все эти карты, говорит, что ваше желание исполнится 100%. Придет как награда ниоткуда, да. Еще это соцсети. Может быть, свое счастье вы найдете в соцсетях, или работа, или любимый человек, но это соцсети, к которым вы будете прибегать. Вот такой интересный расклад получился у нас. Не забываем пальчик вверху, слово «благодарю». Всем пока-пока.